чё тебе надо быстрее давай я работаю шеф тут такое дело у нас по плану надо людям вести две новых пушкина инженера и какое оружие дорогой мой быстрее давай за карточки всему вас олухов учить надо короче возьмешь вот эту штуку еще одну такую же пару модулей новых бахнет и все короче пусть наслаждаются шеф это же говно я знаю что это говно родной мой но это бесплатное говно свободен сын папа я не так долго представлять бесплатный контент или как разработчики продолжают нас удивлять Рокутаген, а что ты думаешь по поводу нового киберспортивного регламента, а? О, знаешь, капитан, очевидность, новый регламент это вообще очень глубокая и надежная тема. И новый регламент перетекает не просто вот в киберспорт, а в идею, каким бы вообще мог быть у Орфейс по балансу. Но данную тему я буду обсуждать, и если зрители захотят, напишут об этом в комментариях, если будет много желающих, то как бы почему бы и нет. Все-таки надо понимать, что моя аудитория в основном не киберспортивная, им интересно немножко другое. Но если людям будет интересно мое мнение, я его обязательно выскажу. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Моркет, а также капитан очевидный. Здарова, бойцы. Красавчик. Сегодня пришло время после многочисленных, так сказать, каточек, их было несколько десятков штурмов. Я играл два дня, нагибал, как бы вообще не вылазя с Варфейса, не вылазя с этих штурмов, обсудить, обсудить две новые пушки инженера. Обе, кстати, бесплатные. Это, конечно же, М4 Custom и ACR CQB, тоже Custom. И давайте, собственно говоря, приступим. Начнем с пушки, самой красивой пушки, на которую мы возлагали и возлагаем до сих пор огромные надежды. Это, конечно же, М4 Custom, деточка. Пушка, чей визуал поражает и заставляет просто влюбиться. Каждая деталька, каждый модуль, сука, на, выполнен с любовью. Пушка вся красивая. Сочетание черных, темных тонов с красными деталями. Эта ручка такая прямо сочная, скелетоновая. Все в ней прекрасно. Этот прицел, этот пламя-гаситель необычной приплюснутой формы. Визуальная составляющая просто шедевральна. Однако, надо заметить, не подвели и ТТХ. ТТХ, урон, темп, точность, ну, кроме как в прицеле, в принципе, все на гид. Скрытые ТТХ не менее хороши. И они соответствуют современным нагибным стандартам. И все, друзья, было бы очень хорошо, если бы не одно маленькое и при этом огромное но. Крест на всем на этом ставит, друзья, отдача. Да, именно она. И эта отдача еще сочетается с отвратительной тряской. И какую рукоять ты не ставь, что ты не делай. Пофиксить это нормально невозможно. Более того, я связался с моим знакомым, ну, общим нашим, можно сказать, знакомым. Он предоставлял нам материал для былых роликов. Петровичем. Петрович, как вы знаете, друзья, у нас мастер по написанию самых точных технологий. И Петрович сказал, что под какие бы модули, какие бы точные сверхмягкие технологии он не писал, он с этой пушкой играть не будет. А все по той простой причине, что даже технологии от этой тряски и этой отдачи полностью не спасают. Да-да, именно так. И в своей же практике замечу, что действительно отдача нереально просто мешает. Вот ты играй с пушкой, которая имеет ТТХ, скрытая ТТХ, прекрасный визуал. Все в ней на уровне топовейшего доната. Но благодаря вот этой тряске, ты, сука, не можешь реализовать весь ее скрытый и открытый потенциал. Поэтому, да, друзья, тот редкий случай, когда в пушке все прекрасно, но только благодаря отдаче, она серьезно, серьезно уступает топовому оружию инженера. Ну неужели она вообще говно? Да, как говно. Потому что ты рассчитываешь на одно, у тебя ожидание реального нагиба, что это будет, ну хоть какой-то конкурент, Крис Супер ВК, там, там, АМ-17, ну пусть будет похуже них. Ну пусть будет там на уровне, не знаю, скажем, Скорпион Эво, допустим. Но здесь этим не факт. Пушка настолько неудобна в использовании, настолько ее трясет, настолько она портит твой, скажем так, АИМ, твои навыки, не дает тебе их реализовать, что реально это уровень, ну, получше легендарки, вот в моем случае, но не более того. Лично я с этой пушкой играть не хочу. Ну, обращение к разработчикам. Разработчики, дорогие, почему так у вас всегда? Почему вы делаете на шоколадную персик пушку, и она становится говном благодаря отдаче? Ну, сделали бы ей ТТХ поскромнее, мы сделали бы мягенькую отдачу. Почему всегда так вот? То, на что ты надеешься, то, что реально красиво, то, что реально сочно, обязательно будет говном. Зато какие-нибудь говнопушки выглядят шоколадно, да вы еще на них по 10 скинов выпускаете. На этот неликвид. Почему? Почему так? Так, объясните мне, я просто таки не понимаю. А как же яйца? О, Кэп, яйца это тема. Итак, яйца, они же ACR, CQB, кастом. Весьма скромные ТТХ, незамысловатые, и уже, скажем так, устаревший внешний вид. И при этом, играть с этой пушкой реально приятно. Да, и несмотря на свои ТТХ, она гнет, ребятки. Будь здоров. Урона-то и 80 даже нету, а нагиб идет, как по маслу. Отдача, как у старой, обычной ACR, CQB. Да, ничего особенного, конечно, в этой отдаче нету, да, так себе, но, в принципе, быстро привыкаешь. И, блин, как оно, сука, залетает сочно в этот разработанный пердак по эти самые помидорки, так сказать, в Поппингаген Нидергланды. Очень замечательно. Вот таким нагибом, хотя бы, должна была обладать М4 кастом, а не наоборот. При своем великолепном виде она ерунда. А ACR CQB при своих скромных ТТХ ваншоте прекрасно в голову, отдача после небольшой тренировки отлично контролируется в точку, бошки сбривает, имеет 45 патронов, кстати, надо было бы сделать 60. Ну, прям не знаю, даже человека, который не донатит, ну, практически почти что пушка мечты. Серьезно, если бы я не донатил, я такой пушке был бы очень рад. Это что выходит? Она типа круче метового доната? Ну, не знаю, Кэп, нет, наверное, не лучше лучшего доната, но ты знаешь, такой предтопчик. Вот эта пушка точно не хуже, а то и получше будет, чем Скорпион Эбо. Она реально мощная, она реально классная, она реально офигенная. Это реально душевная пушка, с которой можно разносить, несмотря на то, что, как я понимаю, над ней особо-то не старались, просто как-то сделали и кинули. А то, блин, всё облезали, всё обделали. Мне жалко дизайнеров, которые над М4 работали. Их труды просто так, опа, на смарку пошли. А, ACR CQB Custom, это реально нагиб машина. Это реально избалансированная, нормальная, хорошая, достойная пушка. При этом сделали вроде как, ну так чуть-чуть и кинули. И тем не менее, именно это гнёт, а не М4 красивенькая. Эх, блин, вот времена были, Крив Кастан. Как думаешь, Рокутагин, когда-нибудь ещё наши админы, не за бабло реально, ведут что-то такое, что будет рвать всё? Да, Капитан, очевидность, конечно, такое ещё будет. Я уверен, по-любому ещё ведут пушку какую-нибудь за варбаксы, за карточки, за что-нибудь. Она будет лучше бы метовые пушки гнуть. По-любому ведут. А потом по нефти, как всегда. Ха-ха-ха-ха, да. В общем, что могу сказать по этим двум пушкам? М4, это прекрасная пушка, в плане визуала, говно. Покупать её, приобретать, собирать пока что не стоит. Ну, моё мнение, может быть, у вас как-то с ней всё тратётся. Вообще не впечатлило. Вот полный шлак. ACR CQB Custom, пушка, которую сделали на скорую руку, намного лучше. Да, слушаю вас. Да, это я. Ага, хорошо, жду. Жду, спасибо. Пиццу везут. Ха-ха-ха, да. В общем, дорогие разработчики, пожалуйста, ну вот немножко, как-то не знаю, дайте кому-нибудь ПТС. Да мне хотя бы дайте, раньше всех, раньше ПТСа. Да, я знаю, я зажирался, но как бы, почему бы и нет. Я хотя бы, блин, поиграю с пушкой, не знаю, а там, да хоть ПВЕ сбегаю, блин, всё что угодно, против АС поиграю, понагибаю. Дайте хотя бы испробовать человеку, который играет реально в Warface. Ну, блин, ну, старались только над пушкой, блин, так рисовали, как дизайнеров, жалко, работу людей жалко, понимаете? Так старались, блин, получилась фигня. Над другой старались намного меньше. Вот там, этот, красивый чертёж сделали, яйца прицепили на CQB, немножко текстурку изменили, закинули, нормальная пушка получилась. Ребят, ну, это не серьёзно. В общем, мой призыв такой, ACR CQB, классная пушка, в таком виде, 60 патронов сделать, ну, серьёзно, такие яйца, сука, как у слона, блин, а там, извиняюсь, сперматозоидов, как у Ужика. Сделайте 60 патронов хотя бы, что это, такие яйца, 45 патронов. Ёпс, мопсер, это не серьёзно, ребят. 60 патронов ACR CQB, ничего от этого не изменится, она не станет им больно. И, пожалуйста, М4, ну, сделайте нормальную отдачу, даже можете чуть-чуть, там, чуть-чуть, ТТХ убавить, ну, сделайте вменяемую отдачу. Вот это вот, вот, разработчики, серьёзно, вы же сами, в итоге, делайте так, чтобы люди донатили не в Warface, а на мышке Блади. Это ваша заслуга, это не люди виноваты, это не они плохие, сделайте нормально. Вот, визуал, всё, на, красавчики, вы всё сделали правильно, сделайте нормальную отдачу, и будет всё хорошо. А пока что, только ACR, CQB, кастом, но точно не М4.